Мастер спорта Мастер спорта Очень этому рада, собираюсь продолжать в том же духе. Сейчас я нахожусь в Красноярске, тренируюсь на чудесной, прекрасной трассе, которая позволяет по полной готовиться к международным соревнованиям. Надеюсь, что уже в скором времени нас допустят к участию на международных этапах. Так что очень ждем. Зимний сезон 2023 года продолжается для вице-чемпионки мира учебно-тренировочными сборами, которые проходят в Красноярске. Здесь же на брегах Енисея пройдет и чемпионат страны. Начали на борцовском ковре, а закончили выяснение отношений в игровом зале. Такова была программа молодежного республиканского турнира по борцовско-боксерскому баскетболу. Профильная республиканская федерация посвятила соревнования празднованию Дня защитника Отечества. И физическая подготовка студентов показала, они готовы грызть не только гранит науки, но и при необходимости встать на защиту Родины. Студенческие команды борцов-вольников приняли участие в соревнованиях, состоящих сразу из двух видов спорта – вольной борьбы и рэкбола. В дебюте определили сильнейшего на борцовском ковре. Вид спорта хоть индивидуальный, но итоги подводили среди студенческих команд. Лучшей оказалась команда борцов Чувашского аграрного университета, завоевавшая первое место в споре с коллегами из педуниверситета и ЧГУ. Победный вклад в командную копилку аграрников внес и первокурсник экономического факультета Дени Арсенукаев. Он в красном трико. Дважды он выходил на ковер и столько же раз арбитр поднимал его руку. Жалко, что тяжелой атлетики не было. Так бы этот и там бы выступил. Показал бы результат. Дружная и сплоченная команда Чувашского аграрного университета только кубком победителя состязаний по вольной борьбе не ограничилась. Аграрники, они в желто-синем трико одержали любительную победу и в матчах по рэкболу. Серебро на счету объединенной команды студентов вурнарского землячества, бронза у дружины педуниверситета. Самая главная задача это сегодня не выявление чемпиона. Они и так все чемпионы. Сегодня самая главная задача наша это приучение ребят к здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию, чтобы они все были патриотами. И наши ребята это будущее нашей страны, на кого мы возлагаем наши надежды. Воспитанники Республиканской Федерации Кёку-Сенкай свои победы на открытых республиканских соревнованиях посвятили родным и старшим товарищам. В эти дни защищающим интересы России в ходе специальной военной операции на Украине. Местом встречи для ребят, выбравших в боевых единоборствах Кёку-Сенкай, стал спортивный комплекс «Жемчужина Чувашия». Более 150 адептов общества «Высшей истины» из Чувашии, Мордовии и Нижегородской области разыграли 20 комплектов наград в двух возрастных группах 10-11 и 12-13 лет. Впрочем, для руководителя общественной спортивной организации при соблюдении всех канонов соревнований в самом жестком из видов каратэ главным на турнире был не итоговый результат его подопечных. Спорт – это не только физическое воспитание на сегодняшний момент, но и, прежде всего, патриотическое воспитание наших спортсменов. На данном турнире хотелось бы, конечно, не только, чтобы они проявили свою физическую силу и выносливость, а также могли показать, как они умеют достигать своих целей. В группе мальчиков 10-11 лет в категории до 35 килограммов заявки подали 12 файтеров. Конечно же, каждый из этой дюжины смельчаков мечтал о кубке победителя. Своя мотивация подняться на верхнюю ступень пьедестала почеты была и у пятиклассника первой столичной школы Никиты Иванова. Спортсмен с красной повязкой на поясе. Для меня это не первое соревнование, и в этом турнире я хочу посвятить свою золотую медаль папе, который сейчас находится в зоне СВО. Подопечному сенсей Алексею Нягину удалось преподнести своему папе подарок. Все три боя 11-летний файтер завершил свою пользу и заслуженно поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Сильнейшие самбисты Чуваши в эти праздничные дни завершают подготовку стартующему в последний день календарной зимы в Перми чемпионату России по самообороне без оружия. Этот вид спорта не только национальный для нашей страны, но один из четырех, чьи международные федерации, вопреки настойчивым увещеваниям, не отстранили российских и белорусских борцов от участия в официальных стартах. Так что цена победы на чемпионате страны по-прежнему высока. Серебряный призер получает право участия в чемпионате Европы, победитель едет на чемпионат мира. Официальный допуск к чемпионату России получили шесть самбистов-мужчин. Даниил Данилов, Никита Александров, Даниил Орлов, Максим Иванов, Александр Федоров и Александр Бондарев. У женщин за спортивную честь Чуваши будут сражаться. Татьяна Федорова, Яна Варламова, Елизавета Егорова и Софья Емилюкова. Команда разновозрастная. Для 33-летнего мастера спорта международного класса Александра Бондарева нынешний чемпионат страны станет уже 12-м по счету. Лучший результат тренер школы самбо Экро показал в 2019 году, став чемпионом России. Помимо золота в активе Александра еще пять бронзовых медалей. Но это, как говорится, сам самбист – лишь утешительные призы. На предстоящем состязании сильнейших самбистов России подопечен заслуженного тренера Чуваши Сергея Пегасова готов выдать максимальный результат. Естественно, на данном чемпионате России я хочу показать свои наилучшие результаты, выиграть, дай бог, этот чемпионат России. Так как с каждым годом уже времени все меньше и меньше становится. А вот для 21-летней Елизаветы Егоровой нынешний чемпионат дебютный. Впрочем, несмотря на молодость, у мастера спорта России по самбо опыт борьбы на высоком уровне уже есть. Уже небольшой опыт у меня есть. Я боролась на Кубке России, стала бронзовым призером. И, надеюсь, стану призером чемпионата России. Там дальше как пойдет. Елизавета заявлена в категории до 50 килограммов. В этом же весе будут выступать еще две чувашские самбистки. Обладательница Кубка России 2022 года Татьяна Федорова и чемпионка мира среди юниоров прошлого года Софья Емелюкова. Будем надеяться, что по итогам чемпионата страны на пьедестале почета найдется место женскому трио-школы самбо-экро. О высоком рейтинге чувашского самбо лучше всего говорит тот факт, что вместе с подопечными профильной Республиканской Федерации на коврах-экро, проходящим в эти дни в Казани первенство России среди кадетов до 16 лет, а на соревнования, вызванные от чувашей 11 самбистов, 7 юношей и 4 девушки, готовились и их коллеги с Дальнего Востока. Судя по интервью, визит Чебоксары не прошел даром. Очень рассчитывает на призы первенства России 14-летний хабаровчанин Данила Чабан. Отмечу, за плечами двукратного победителя первенства Дальнего Восточного округа 8 лет занятий этим увлекательнейшим видом единоборства. Я перепробовал много видов спорта, потом пришел самбо. Меня зацепило то, что оно уникально. Там включена и атлетика, и сама борьба. Ну, в общем, мне спорт понравился. Руководство Республиканской Федерации самбо сферу своих интересов только подготовкой элиты не ограничивает. Запущенный прошлым летом федеральный проект «За самбо» заставил активизировать работу и по программе «Самбо в школу», которая на протяжении последних пяти лет успешно осуществляется в нашей республике. С лета прошлого года программа «Самбо в школу» вошла в федеральный проект партии «Единая Россия» и профильность Российской Федерации «За самбо». В сентябре 2022-го на видеосовещании были обозначены цели и задачи по развитию национального для России вида спорта. В нашей аудитории не нужно говорить много слов о том, какое значение этот вид спорта имеет. По сути, это такая культура ценности, культура ценности воспитания настоящих патриотов нашей страны. Согласно проекту, учебные заведения должны стать центрами развития национального вида единоборства. И в 47-й Чебоксарской школе «Самбо» знают и любят. Кадеты 5-6-7 классов уже занимаются самбо. Но новый импульс дал федеральный проект «За самбо». И с 1-го марта наши учащиеся будут посещать и заниматься этим видом спорта. Решить задачу можно, работая в тандеме с профильной Республиканской Федерацией, подопечные которой и провели для учеников 3-х и 4-х классов показательные выступления. Примечательно, в числе тех, кто демонстрировал навыки практического применения технических возможностей, самообороны без оружия была и ученица 5-го кадетского класса 47-й столичной школы Дарья Казакова. Она в синий курт. В нашем кадетском классе 26 человек и 12 девочек. Две девочки, я и моя подруга, занимаемся самбо. Самбо для нас пока хобби, но оно может стать для нас больше, чем хобби. Короткой перемены хватило школьникам, чтобы оценить выступления самбистов. А уже с 1 марта профильную секцию в рамках учебной программы будут посещать еще 20 ребят 47-й школы. В планах руководства открытие и спортивного класса. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова